Пожелание. Вот у меня сегодня еще и из-за этого тоже приподнятое настроение. Я иду, у меня такое ощущение, как будто бы весна. Мама Чоли пришла меня в порядок приводить. Красоту наводить. А это сопливый мальчик. Я уже достигла такого возраста, когда человек может позволить себе делать то, что хочет, и то, что нравится. Симпатия, встречаемся, все. Во-первых, мужчины вначале всегда хотят себя показать лучше, чем они есть на самом деле. Капюшоны понатянули. Ты что, в меня собираешься кидать? Кем ты была на утреннике? Царевной. Ой, какая царевна. Доброе утро, девочки мои. Я смотрю, на улице прекрасная погода. Солнышко. Вот это вот чего нам не хватает, так это солнышко. На моем градуснике плюс два градуса. Ну, я смотрю, что здесь за окном лед. Я смотрю, тут лед у нас. О, лето с ночи остался лед. Так, ну, что там такое классное? Посмотрим, да? Я смотрю, даже купол сверкает. Ну-ка посмотрим. В общем, классно, здорово, красиво, красиво-прекрасиво. И сразу чувствуется другое настроение. Вообще, когда солнце, нам его явно очень сильно не хватает, да? Когда солнышко появляется, прям радостное такое настроение становится. Она уже и от деревьев отсвечивается. И даже птички там что-то чирикают. Вообще класс. Ой, как хорошо. Ну, скоро все это испортится. Уже к нам близятся заморозки. И будет у нас тоже морозы, холодно и снег. Еще раз доброе утро, девочки мои. Все-таки, как солнышко влияет на наше настроение? Не знаю, кому как. А у меня вот, когда несколько дней, пасмурные дни, а у кого-то там, может быть, вообще много дней, даже месяц, может быть, всю зиму, может быть, да, пасмурные дни, солнца прям ужасно не хватает. И вот, когда оно выглядывает, даже хотя бы там чуть-чуть проблескивает, уже такое вот радостное, какое-то приподнятое настроение. Вот, так что я сегодня в хорошем настроении. Сегодня еще соседка моя приехала. Мы уже с ней сегодня утром кофе попили, поболтали немножко. Она убежала по своим делам. А я собираюсь по своим делам. Я сегодня еду к дочке. Сейчас уже вот собираюсь потихонечку. Там нужно ей помочь кое-в чем. Но это вы уже узнаете на ее канале. Вот, я сейчас собираюсь. Я думаю, какую-то туничку с собой взять, потому что у нее дома жарко, поэтому приходится сразу переодеваться, раздеваться. Вот, и что мне надо будет выйти, пройтись еще по воздуху. Ну, надеюсь, солнышко не исчезнет к тому моменту. И нужно еще зайти в магазин, нужно еще зайти в торговый центр, который тут рядом, и забрать ее заказик. В общем, я уже собираюсь, все поглядываю в окно и думаю, хоть бы солнышко не спряталось, хоть бы успеть пройтись и насладиться такой прекрасной погодой. Желаю вам тоже хорошего настроения сегодня. А еще, что я хочу сказать, я, девочки, не знаю. Я последнее время к дочке, когда езжу, мне как-то не удается ничего снять, ну, по разным всяким обстоятельствам. Вот, дочка бывает не готова к съемкам, и я не снимаю тогда ничего, там, кошечку сняла и все. Вот, поэтому я ничего не обещаю, как получится, так получится. Вот, как бы, если удастся что-то подснять, сниму, не, значит, нет. Вот, ну, все, собираюсь. Я беру сумку сейчас и что? Уже приготовила ту ничку, какую я там возьму. Ничего не крашу. В общем, девочки, принимайте меня натуральной, такой, какая есть. Кстати, сегодня прочитала я комментарии под этим видео, где я там возмущена критиками. И очень много, прям с самого начала, очень много комментариев, которые меня поддерживают. Вот мне необходимо, вы почаще, вот не жалейте времени там чуть-чуть написать какие-то добрые слова. Мне очень их не хватает, девочки. Вот я когда почитаю, когда мне пишут, что мы ждем ваши видео, мы воспринимаем такое, какая вы есть. И не обращая внимания, что вы куда-то там не туда ударение ставите. И прическа вам хорошо, и все хорошо. В общем, нравится, как я выгляжу, нравится, что я снимаю, как я разговариваю. Вот такие вот как раз-таки поддерживающие мне комментарии нужно бы читать почаще. Поэтому я хочу, чтобы вы их писали почаще. Мое такое пожелание. Ну и я благодарю всех, кто отозвался, кто написал мне хорошее пожелание. Вот у меня сегодня еще и из-за этого тоже приподнятое настроение. Когда с утра читаешь комментарии, и они тебе поднимают настроение, меня вдохновляют на новые подвиги, на новые съемки какие-то. И уже я, видите, в таком приподнятом настроении, в хорошем настроении, и уже с улыбкой я уже вам вещаю. И я вам тоже дарю хорошее настроение. То есть я делюсь вот своим таким позитивом, делюсь с вами. И надеюсь, что вы его получаете, этот позитив. И с таким же вот хорошим настроением вы идете дальше и делаете свои какие-то там дела. На работу или в семье, или по дому. Ну, не важно, в общем-то, что. Вот. Ладно, девочки, пошла я собираться. Наконец-то я вышла на улицу. Ой, какая красота! Какая красота, когда солнышко светит. И все на свете, на солнышке все сверкает. И вроде бы как бы и серо. И в то же время не серо. А небо какое! Ой, какое голубое небо! Ой, сейчас пойду на любимую аллейку. И на конечную пойду как раз по своей любимой аллеечке. Ой, прям прогуляться надо. Классно! Несмотря на то, что небольшой плюс, я иду, у меня такое ощущение, как будто бы весна. Небо какое красивое! Солнце! Ой, красота! Трудно поверить, что вот-вот на днях испортится погода. Но наслаждаемся здесь и сейчас. Я кайфую иду! Ой, девочки, здорово! Все время хожу быстро. Ну, что такое? Надо идти медленно и наслаждаться. Ой, хорошо такало кляпота! Красота! Все, сейчас заскочу в магазинчик, возьму там, что нужно. Дочка что-то попросила. Куплю. И поеду уже к ней. Ой, классно! У нас вообще в нашем городе частенько бывают, даже среди зимы, вот такие деньки, когда идешь, и ощущение весны есть. Такое бывает, когда солнышко, нет ветра. Даже если небольшой плюс или небольшой минус. Снег обычно тает. И ощущение, как будто март на улице. О, классно, классно! Так, ну что, я иду на остановку, и что я вижу? Какая красота! Вот сосны уже начали продавать у нас. Ёлки я не знаю, не вижу ёлочек. Интересно, о чём тут у нас сосны? Вот цена, 1550 рублей. Это за что? Это, наверное, за метр. Наверное, за метр. Понятно. А, тут, наверное, на каждой вообще сосенке, может быть, цена уже стоит. Похоже, что так. Да, 1200. На каждой сосенке своя цена уже стоит. Они уже отмерены и оценены. Ой, какая прелесть! Какая красота! Какая красота! Ну, а что, можно недорого, в общем-то, купить. 1500, 1400. Но я не чувствую от них запаха. Раньше, когда проходишь мимо, прям такой запах. Не знаю, может, ветер не туда дует. Ну, ладно. В общем, ощущается приближение с наступающим Новым Годом, Рождеством. Вот тут их закутывают, заматывают, чтобы было удобно внести. Да, ощущается уже приближение Нового Года. Хотя бы потому, что продают сосенки. А вообще, так бы не ощущалось совсем ничего. О, это что за лежанку поставили? Кто устал, может отдохнуть. Так что? Интересное дело. Позагорать, если это можно, на такой лежаночке. Так, надо мне еще зайти кое-куда и потом поеду. Денька яблочко кушает, да? Вкусно яблочко. Молодец. Так. Ну что? А это у нас котик, бантик. А это у нас Селена. А это у нас Селена. С утрощенными корнями. Мама Чоли пришла меня в порядок приводить. Да, красоту наводить. А это сопливый мальчик. Сопливый мальчик, а вот елочка. Ну скажи пару слов моим девочкам. Пару слов. Всем привет. Все хорошо. Готовимся к Новому году. Вот звонки пишут нам. Снимаем видео для вас. Новый контент готовим. С наступающим. Больше пару слов даже. Да. Ну все тогда. Ну все тогда. Сейчас начнем заниматься красками, покрасками. Ну что, мои хорошие, мама Чоли меня покрасила. Спасибо ей большое. Мы немножко там намудрили, где-то перемудрили, где-то что-то не знали, но... Ну что, побаловались и посмеялись все равно. Ну все, моя дорогая, я убегаю. Убегай, убегай. На связи. Но недалеко. Да, да, да. Мы тебя догоним. Все, пока. Пока. Девочки, вышла на улицу, а на улице снег с дождем. В общем, короче говоря, как обещали снег, но только он с дождем. Не очень хорошо. Ну вот я, наконец-то, и дома. В гостях хорошо, а дома лучше. А погода, девочки, испортилась. Вот какая погода была, когда я ехала к дочке. Прекрасное, солнышко, класс. И то, что сейчас там на улице, там пробки, во-первых, там идет дождь со снегом. В общем, очень-очень неуютно. И сегодня ночью у нас еще подморозит, до минус 7 относится столбик. И завтра днем будет уже минусовая температура. И, в общем, будет, наверное, гололед, я так думаю. Но еще должны опять какие-то быть еще осадки. завтра дождь, со снегом или снег, что-то будет завтра. Все, я сейчас включаю телевизор, залазю под одеялко и буду отдыхать. Дочка угостила меня вкусняшками. Я сейчас еще позову соседку, еще угощу ее вкусняшками, а потом точно буду отдыхать. Сейчас что-нибудь по телеку включу и буду кайфовать. Дома все-таки классно. Доброе утро, девочки мои. Ой, сегодня на улице у нас снежок. И я смотрю, минус 10 градусов. Вот это да! Вот это похолодало. Прямо боюсь открывать окно. Ой, оно мне примерзло. О, открылось. Ух ты, ух ты! Красота! Красиво! Я смотрю, небо такое не сильно затянутое. Солнышко пытается там что-то светить, но не очень темно. И самое главное, ветерочек слабенький. Классно! Я смотрю, там собачки бегали утром, радовались. Ну, хотя еще утро, 8 часов утра. А у меня сегодня съемочный день. Пошла я купаться. Буду сегодня снимать целый день. Девочки, я только искупалась, вышла, глянула в окно, а тут такая красотища. Вообще не могу. Солнышко вылезло. Совсем другая картина. Уже веселее выглядит улица. Вообще мне нравится теперь все. И настроение уже получше. Видите, солнышко вылезло, снег лежит. Все уже чистенько, беленько, красиво, прекрасиво. Всем доброго утречка, девочки мои. Еще раз. Что я вам хочу сказать. Прекрасный день сегодня. Прекрасная погода. И вот я уже заметила не раз, когда зима, вот какой-то там то ли дождь, то ли серость, то ли что-то непонятное. И вот какое-то состояние, знаете, в ожидании чего-то. И вот когда только выходит первый снег, и все становится беленьким. Я люблю прям, когда все беленькое такое. Особенно, если солнышко еще вылезет. Это вообще просто все так красиво, все так сверкает. И приподнятое сразу же настроение. И сразу, вот я сегодня выспалась прекрасно вообще до 8 часов спала. Уже соседка даже мне в WhatsApp написала, ты там что, спишь что ли? Кофе пора пить. Вот. Так что кофе мы уже попили. Она побежала своими делами заниматься. А я сейчас готовлюсь. Искупалась уже. Хочу вам снять видео. Отдельное видео. На вопросы ответы ответить хочу. Этот влог я продолжу еще снимать. Мне сегодня надо будет Настю забирать с садика. И вообще хотела борщ еще сварить. Но не знаю, успею или нет. я сегодня его сварить. В общем, короче говоря, влог буду продолжать. Но стационарное видео, оно скорее всего выйдет раньше, потому что его сел, снял и оно уже в общем-то отснято. Вот. Так что такие дела. Сейчас немножечко хочу подкраситься, снять видео, потом умыться. Потом к вам вернуться. Но вот так. Не могу я долго с косметикой, потому что все, глаза потом болят, они пекут у меня. Короче говоря, не то. Вот. Так что вот такая. Какая есть и все. Крем, ретушь, больше ничего. Идная помада. Почитала ваши комментарии, сейчас с утра проснулась, смотрю уже столько комментариев под предыдущим видео. Но кто-то пишет, что не обращайте внимания и так далее. Девочки, ну я стараюсь не обращать внимания, естественно, на какие-то негативные комментарии, но особенно, знаете, когда меня там что-то начинают воспитывать или поучать, какие-то там ненужные советы давать. Я взрослый человек, я в них уже как-то и не нуждаюсь. Ну, кто-то, может быть, это старается сделать от, не знаю, от чистого сердца с пожеланием наилучшего. Ну, я уже взрослый, состоявшийся человек. Ну, что уже меня-меняй. При том, что я-то в советах не нуждаюсь, когда нуждаюсь, я тогда их спрашиваю. Если я не спрашиваю советы, они мне не нужны. Вот. Ну, в общем, короче говоря, ладно, не будем мы о плохом, будем о хорошем. Хочу поблагодарить всех, кто отозвался. Мне нужно было, знаете, вот почему у меня тогда случилось вот такое, знаете, как бы, упадать настроение, потому что комментарии пишут, допустим, немного люди постоянно, да, и когда я читаю, что у меня комментариев больше таких, которые меня задевают, а хороших поддерживающих мало, то значит, получается, что такие вот нехорошие комментарии давлеют, да, а сейчас вот написали многие люди комментарии, кто даже их и не пишет обычно, и вот я очень рада, там уже 122 комментария сегодня утром посмотрела, я под этим видео, и вот спасибо тем, кто отозвался, знаете, мне нужна все-таки и поддержка тоже, да, я в ней нуждаюсь, поэтому те, кому нравится мое видео, пишите почаще, девочки, мне вот очень вдохновляют такие хорошие поддерживающие слова, они нужны всем людям, да, вот, ну и все, что, что сейчас, сейчас я быстренько крашусь, время терять не буду, отсниму видео и потом вернусь к вам и мы продолжим этот наш влог. Фух, девочки, наконец-то я сняла это видео, видите, какая поднакрасилась, ухоженная такая женщина, но, к сожалению, я не могу все время сниматься накрашенной, вот, поэтому, сейчас я видео поставлю на обработку, видео получилось с длинным, много затраты, конечно, энергии и сил, чтобы такое видео снять, на все вопросы ответить, вот, но, я с чувством такого исполненного долга, хорошо себя чувствую, прекрасное настроение, вот, я это видео буду, сейчас поставлю на обработку, но, так как оно длинное, получилось, будет обрабатываться долго и вовремя оно не выйдет, выйдет оно с задержкой, насколько не знаю, потому что у меня сегодня еще внучка будет внучка вечером, и я не могу при ребенке монтировать видео, сидеть к ней спиной, поэтому, все это куда-то немножко переносится, но, в любом случае, пока сейчас будет обрабатываться то видео, я успею сварить борщик, я уже давно его собираюсь сварить, и все никак, я сварила мясо, оно у меня уже вареное, стоит в холодильнике с бульончиком, поэтому мне сейчас нужно будет только овощи почистить, порезать, и быстренько все это покидать, и быстренько сварить, вот, сейчас я умоюсь, и потом я дальше буду продолжать снимать, в общем-то, свои повседневные будни, как обычно, не накрашенная, такая, какая есть, натуральная, пренатуральная, ответила практически на все вопросы, ну, кроме тех вопросов, которые очень сугубо личные, потому что некоторые люди хотят, чтобы я прям всю свою жизнь наизнанку вывернула, и жизнь своих детей тоже, нет, есть какие-то очень личные вещи, на которые отвечать я просто не буду, и все, что считаю нужным, то я и снимаю, погодка на улице приотличненькая, я смотрю, солнышко еще светит, но когда я пойду за Настей, уже будет темно, вот, и по темноте я уже не смогу вам снять вот этот вот снег-снежок, только показала вам с окошка, как это выглядит, и все, и вот те, кто мне, девушка одна очень прямо настоятельно, она прям не советует, очень сильно настоятельно советует, прямо много комментариев написала, советует заняться собой, здоровым образом жизни, и в общем побольше гулять, вот сейчас я должна бросить все, не снимать, не монтировать, не готовить, а прямо идти сейчас прямо и гулять, все, а потом, когда я погуляю, приду уже без сил, я рухну на диван и уже не смогу ничего больше дальше делать, поэтому я никого не слушаю, я делаю по-своему все, я думаю, что мне, наверное, лучше видно, самой виднее, да, что для меня лучше, а что для меня не лучше, я потому что делаю все, что я хочу, вот я уже достигла такого возраста, когда человек может позволить себе делать то, что хочет, и то, что нравится, а не то, что надо или полезно, я знаю, что надо, что не надо, я знаю, что хорошо, что плохо, что полезно, что не полезно, но все равно для себя я выбираю то, что мне больше всего нравится, что там той жизни, это Господи Боже мой, делать то, что мне нравится, да, не буду себя заставлять делать то, что мне не нравится, вот, так что сейчас я умываюсь, кину на обработку видео то, и продолжим мы наше видео, вот этот влог снимать, и будем болтать, как обычно буду готовить и болтать, что-нибудь и наболтаю, так, ну что девочки, я решила сначала сделать зажарку, вообще я хочу больше в этот раз немножечко сварить, небольшую кастрюльку, а то потом приходится его дайдать, когда уже его не хочется, поэтому надо мне как-то вот поднастроиться, готовить небольшое количество, вот, и в общем-то я не буду вас учить борщ варить, уже его показывала сто раз, хочу просто с вами поболтать, так как я сейчас только что вот это видео сняла, вопросы, ответы, ну, просто на некоторые вопросы я ответила, ну, как бы вот сейчас уже, знаете, анализирую там свои ответы, да, и где-то я что-то может быть не досказала, потому что в голову не пришла, знаете, какая-то интересная мысль, какая-то идея, я вот размышляю, тут стою, знаете, работают руки, вот я люблю поболтать на кухне, я люблю поболтать с вами, почему я в процессе готовки все время что-нибудь рассказываю, кстати, кому вот это вот нравится такое, знаете, болталочка в процессе приготовления, вот напишите мне, ну, я хочу вот что-то рассказать, как сказать, да размышлять вот на тему о мужчинах, да, вот я, например, когда молодая была, вот у меня было такое представление, что, знаете, вот молодой человек, вот как я замуж выходила, да, ну, когда есть обоюдная симпатия, там, встречаемся, все, во-первых, мужчины вначале всегда хотят себя показать лучше, чем они есть на самом деле, с одной стороны, с другой стороны, мы влюбляемся, закрываем глаза на какие-то недостатки, ну, и вот как я, например, ошибочно думала, что, если он, значит, молодой, любит погулять, там, друзьями, там, выпить, все такое, ну, я как-то на вот это закрывала глаза и думала, что, ну, вот женится, образумится, да, уже будет семья, дети, как бы возьмется за ум, уже недоголик будет, ну, вот это была моя большая ошибка, потому что, если у человека с самого начала есть какие-то наклонности, вот какие-то, ну, слабые стороны, да, ну, большая ошибка, что мужчина изменится уже после женили, вот если такой есть изначально, то он таким и будет, и при том, что уже потом дальше или наоборот усугубляются какие-то вот эти пристрастия всякие разные, и ничего, никто не меняется, вообще надо человека, мужчину себе надо выбирать сразу, уже, как сказать, такого, какой он есть на самом деле с самого начала, если вы видите, у него задатки, склонности к семьянину, ну, как бы семейству, там, детей хочет и так далее, умеет зарабатывать, если у вас есть о чем поговорить, вот в таком уже случае можно рассматривать мужчину как потенциального мужа, а если просто встречаться там, повеселиться, побалагурить, и ничего, в общем-то, дальше и не измениться, то есть человек, какой есть, такой есть, его надо уже принимать таким, какой есть, со всеми его недостатками, или не принимать, уже надо сразу в нем видеть, какой он есть, с каким он будет, таким же он и будет мужем, ну, например, у моего мужа, у него как гульки были в голове, так они у него в голове и остались, даже когда женился, может быть, каким-то женам удается мужчину исправить, но я лично считаю, что человек, если сам измениться не хочет, то никто его не изменит, это бесполезная трата сил, времени своего, личного, лучше уже найти готового мужчину, у которого готовый уже будет муж и семьи нет, потому что пока мы молодые, мы еще об этом не задумываемся, женщина не думает о том, каким он будет отцом, а может быть, он отцом будет не очень хорошим, а вот нужно об этом задумываться заранее, потом уже, уже потом, либо уже потом надо будет думать, либо его терпеть таким, какой он есть, и мучиться с ним дальше, а хорошо ли это детям, что вы с мужем несчастливы, что вы мучаетесь, а если с мужем развестись, дети будут без отца, тоже как бы не очень хорошо, лучше уж заранее об этом подумать, что вашим будущим детям, хотя у многих женщин материнство, оно просыпается уже в процессе материнства, до материнства, многие из молодых девочек, они даже не знают, какими они будут матерями, все это происходит уже в процессе, с опытом, а вот одна девушка задала вопрос, сколько можно терпеть, вот допустим мужчину, разводиться, не разводиться, у нее стоит вопрос уже так, да, и что можно терпеть, что не можно терпеть, да сколько же это можно терпеть, ну вот я вам хочу сказать, что я, например, человек терпелимый, я терпела, например, очень долго, но потом, когда уже я просто понимала, что я терпеть уже больше не могу, Я не хочу больше дальше с этим мужчиной ничего общего иметь. Я сейчас говорю о тех мужчинах, которые у меня были уже и после мужа. Мой, как говорится, вот этот жизненный опыт. Я уже тогда решала для себя, что либо я с ним расстанусь. Для меня, мои мужчины, они уже в меня вцеплялись, как пиявка. И расстаться было очень потом невозможно даже от человека этого отцепиться, отцепить его от себя. И приходилось разные способы придумывать уже. Я понимала, что это может быть какой-то серьезный конфликт. Не знаю, может доходить до скандалов, драк и так далее и прочее. Но когда я понимала, что для меня уже либо развод с этим человеком, либо смерть просто уже вплоть до того, что я не смогу жить, если я буду жить с ним. Или я тогда уже жить лучше тогда не буду. В общем, так вот, либо расстаться, либо уже умереть. Вот так даже было. Так, зажарочку я поставила. Вместо томата вот у меня в морозилке тут помидорчики есть замороженные. Вы знаете, у меня бывают свежие помидоры куплю, но не успеваю их есть, не всегда их хочется. И когда я вижу, начинает только что-то где-то портиться, я этот помидор раз и кинула в морозилку. Чуть-чуть где-то начинает портиться, я закинула в морозилку. У меня такие помидорчики там в морозилке имеются. А вот это как раз таки, вот когда нужно томатик сделать. В борщ я люблю свежие помидоры больше, чем томат, например. Я думаю, что будет больше напоминать летний борщик сейчас, чем зимний со свежими помидорами. И также болгарский перец тоже. У меня там есть еще и как заморозка, я замораживала. А есть еще и целиком перчик тоже замороженный. И все, чуть-чуть под водичкой подержала, и очень кожура легко очищается от помидоров. Ну, также и от перца. Но от перца там не очень хорошо, поэтому я перец обычно не чищу. И так можно крупненько нарезать, пускай бородорчики плавают. Может быть, борщ будет не настолько красным, зато он будет вкусным, очень вкусным. Так, зажарочку помешиваю. Вот болгарский перец тоже замороженный, под водичкой подержала чуть-чуть, и все. И перчик этот будет как раз прямо... Люблю перец болгарский в любом... В борще в любое время года. Хоть зимой, хоть замороженный, хоть сушеный. Ну, обычно замораживаю, его надолго хватает. Потому что один перчик достаточно положить в кастрюльку, и уже будет такой определенный вкусный, такой приятный запах. И вкус, и все. Вот. Ну, сейчас я это подготовлю. И я просто так, как это замороженное, закину это в зажарку. Сейчас немножко обжарится. Морковка, свекла и лук чуть-чуть обжарятся. И туда добавлю сейчас вот эти заморожечки. И тоже их немножечко там уже подготовлю, чтобы они уже были готовы. А потом все уже. Мясо готово. В кастрюлю закинуть картошку, капусту, потом зажарочку. И изделие. Все будет прекрасно. Чесночок обязательно немножечко. Так, вот эти заморожечки готовы уже. Все. Сейчас зажарочку сделаем. Так, позвонила дочка, и я пока с ней разговаривала, я закинула уже в зажарку помидорчики и болгарский перчик. И все это сейчас поставлю на медленном огне. Огне протушится под крышкой. Сейчас крышкой закрою. И будет зажарочка уже готова. Так, все. Зажарку я отставила. Кастрюлю поставила. Картошку я порезала. Капусту осталось мне нарезать. И в принципе все. Ну и зелень чуть-чуть потом. Не знаю, маленькую кастрюлю я обычно не готовлю. Прям совсем маленькую, двухлитровую. И не привыкла я так мало готовить. Ну как вот, маленькую морковочку, маленький бурочок там, половиночку. Ну как-то не привыкла. Ну вот сейчас смотрю, мне кажется уже кастрюли будет маловато. Уже на зажарку смотрю. Может кастрюли быть маловато. Может капусты поменьше нарезать. Сейчас будем ваять. Мне надо, чтобы маленькая кастрюлька у меня была. И не больше. Вот дочка сейчас позвонила. Попросила завтра еще с Деней посидеть. Пока он еще в садик сейчас не ходит. Немножко болеет. И вот получается, что у меня сегодня Настя вечером. Завтра мне уже надо, ну чуть ли не с утра, собираться и дочке ехать. Получается мне монтировать видео. Некогда. Либо ночью, либо уже когда я приеду от Дене, может быть у меня уже и сил не будет садиться и монтировать. В общем, короче говоря, я думала у меня на чуть-чуть задержится видео. А задержится оно, видимо, и не на чуть-чуть. Может быть даже на целые сутки. Ну ладно, как выйдет, так выйдет. Что теперь поделать? Внукам я нужна, детям я нужна. Тем более сейчас, перед Новым Годом, суета, суета, все суетятся. Куча дел у всех. В общем, детям надо помогать. Так что семья в первую очередь. А остальное все уже может подождать. Как-то переместить, передвинуть. Так, не знаю, может хватит капустки. Наверное, пока сейчас хватит. Если что, я потом дорежу. Вот так. Будет чуть-чуть, значит. О, так вот меленько. Люблю, когда капусточка меленькая такая, в борщице. Так, ну в общем, все я уже закинула. Закинула картошку. Она поварилась. Когда она уже почти готова, закидываю туда капусту. И вот я думаю, что наконец-то мне удалось маленькую кастрюлю двухлитровую приготовить. Вот. Ну а сейчас капусточка чуть-чуть поварится. И потом зелень, чесночок и все. Все уже посолила, поперчила. Нормальный будет борщ. Вот я и вернулась к вам ненадолго, девочки. Я, кстати говоря, налила борщ в тарелку. Думаю, сейчас я вам сниму тарелочку. Какой борщ красивый получился. В этот момент постучала соседка. Она меня отвлекла. Я с ней заговорилась. И села есть. И уже, когда доедала борщ, я вспомнила, что я не сняла. Но в любом случае, можете не сомневаться, что борщ получился классным. Вкусный. Вот такой. Вот. Так что я уже чуть-чуть отдохнула, пока мое видео обработалось. Обработалось оно быстрее, чем я думала. И у меня появилось пару часов свободных, чтобы я могла хотя бы начать его монтировать, чтобы оно вышло пораньше, а желательно вовремя. И вот сейчас уже я половину видео смонтировала. И уже собираюсь ей в садик за Настей. Но на улице уже темнеет. Я не знаю, на улице буду я снимать или не буду. Посмотрим. И также дома Настюша захочет сниматься или не захочет. Я всегда у нее спрашиваю, хочешь сниматься, значит сниму, не хочешь. Бывает, она и не хочет. Вот. Так что я думаю, что сегодня вечером, может быть, когда Настю заберут, я уже, может быть, даже домонтирую сегодня это видео. Ну, завтра к 8 утра оно не выйдет, но попозже я надеюсь, что с утра все-таки я его выпущу. Я очень к этому стремлюсь. Тем более это видео тоже у меня уже подходит к концу. И тоже нужно будет его уже завтра монтировать. Но его буду монтировать я уже позже. Я после Дэни приезжаю, обычно очень уставшая, и мне уже не до чего. Так что, может быть, послезавтра буду это видео монтировать. А еще у меня на подходе посылочка в пути сейчас от Василька. Так что скоро еще и Василек у меня, обновочки, танковые, какие интересные вещички есть. Так что ничего не пропускайте, девочки мои. А на улице сейчас мороз. Я не знаю, что мне надо потеплее. Наверное, надо что-то на себя надеть. Буду сейчас смотреть, что одевать буду. И бегу в садик за Настей. Вот я и вышла на улицу. А у нас тут снежочек. Ну вот, хоть подержу в руках нормально. Ну хорошо, что сейчас погода еще. Он такой вот, видите, прямо это, не лепится, рыхлый. Вот. Хорошо, что сейчас ветер утих. И осадков нету. И можно спокойно идти в детский сад, хрустя снегом. Похрустим? Слышите, как я хрустю? Ой, что-то у меня такое сегодня приподнятое настроение. Я прям не знаю чего. Ну как-то так вот вроде день сложился. Все классно. Так, пойдем посмотрим. Я смотрю, тут уже на саночках. Кто-то прокатился. Молодцы. Молодцы. А что теряться? У нас снег долго не держится. Три дня мороза, а потом опять будет потепление до плюс девяти градусов. Все растает и будет слякотно. Вот. Ой, классно. Все так отсвечивается от снега. Просто здорово. Подсниму вам чуть-чуть здесь еще возле магазина. Вот. Продавцы мерзнут. Мне интересно, гололед только бы не падать. Это в мои планы не входит. Ой. Песочком, конечно же, никто еще ничего тут не посыпал. Ой, ну красиво все равно. Лампочки отсвечиваются. А вот теперь у меня уже есть ощущение того, что скоро будет Новый год. Что уже, можно сказать, предпраздничные дни. Классно. Сейчас я хочу заглянуть в магазин. Чуть-чуть. Даже заходить не буду. У нас вот этот универмаг экономный. Там елочки стояли. О, какая красота. Сверкает все. Быстренько надо заглянуть. Посмотрим сейчас на елочку. Какая красота. Ой, а что это такое? Все сверкает. Это гирлянды. А вот эта штучка такая крутится интересная. Снеговичок. Ну, сразу чувствуется, что приближение праздника Нового года. Елочки в продаже есть. Вот такие вот разные. Побольше и поменьше. Сверкает все с гирляндами. Все, побежали раньше. Побежали дальше в садик. А у меня лицо сверкает. Как у Деда Мороза тоже. Я, видите, смотрю, мороз сейчас. Минус 5-6 градусов. Я натянула. Вот теперь я натянула шапку. По самой неману. По самые глаза. У меня лицо отсвечивает так смешно. От этих вот лампочек. От всех. Такая блестящая вся какая-то. Иду. Ну, думаю, пока я иду здесь, по над магазинами, можно чуть-чуть и подснять. А вообще, на самом деле, я бы сказала, у нас всегда прекрасная погода. Только тогда, когда нет ветра. Хоть дождь, хоть снег идет. Но у нас, как обычно, знаете, когда холодно, когда зима, ветер дует. А когда жара летом, тогда ветра не дождешься. Ни ветерочка теперь, ничего. Фух, классно. Иду дышу морозным ветром. И без маски. Потому что вокруг никого нету. Можно подышать. Не люблю на улице дышать в маске. Это же вообще какой-то кошмар. Ой. Когда это все закончится. В общем, так, что-то я смотрю, кто-то мне пытается дозвониться. Ой, а какое небо красивое сзади меня. Ох, какое голубое классное. Солнышко садится и отсвечивает. Вот это, когда не пасмурно, тогда вот так вот здорово и классно. Ладно, девочки, помчала я дальше. Вот я пробегая мимо вот здесь вот дома-интерната, смотрю на воротах такие красивые вот эти снежинки. И они прям светом таким играют. Классно. Машины едут, шумят. Куда от них деться. Никуда не деться. Но фонари горят. Отсвечивают все-таки от снежка, от снега. И сразу совсем такое веселенькое вокруг. Все кажется таким красивым, ярким. Огни горят. Классно, здорово. Садик пришла. Я жду пока. Пока Настя оденется, выйдет. Все родители ждут на улице. Зима пришла, будем мерзнуть. Я смотрю, гирляндочки тут сверкают. Ну, такие вот убранцы. В детском садике вот игрушечки такие тут висят, как гирлянда. И украшено, как-то украшено. Снежок при Порошу. Кто идет? Кто идет? Привет! Бабушка, у меня тут есть садиски? Я не знаю, куда их положу. Хорошо, сейчас определимся. Ты поздоровалась? Здравствуйте. Здравствуйте. Все, мы с Настюхой дошли до дома. Я уже тут разрешила Настюхе снежок слепить. Пока мы шли, ветер в лицо. Капюшоны понатянули. Ты что, в меня собираешься кидать? А-а-а! Ладно, я в тебя не буду кидать. Все, пойдем уже домой. Да-да, пойдем домой уже. Там теплей, там хорошо. Мы с Настей пришли с улицы, проскраснелися щечки. Ветер дует в лицо, и лицо сразу замерзает. Ну, мы в пятерочку забежали, сметанку взяли, да? У тебя щечки тоже розовенькие, румяненькие такие. Ой, сейчас Настя вам расскажет. У них сегодня утренник был. Сейчас она сядет рассказывать. Я пока... Все расскажу. Подожди пока. Вот. А я пока сейчас разденусь, и что-нибудь соображу нам на ужин. У Настюши сегодня был в садике утренник. И вот платье отдали. И она решила показать вам, какое у нее платьице было на утреннике. Кем ты была на утреннике? Царевной. Ой, какая царевна. Колготки мне не стали снимать. И Настя рассказывала там стихотворение, хочет нам рассказать. Давай, рассказывай. У меня два стиха. Кто же в гости к нам идет? Это праздник Новый год. Сказка начинается, все мечты сбываются. Елка радует ребят, всюду огоньки горят. А волшебный Дед Мороз всем подарочки принес. Тут на елке всем известно, будет очень интересно. Молодец. У меня руки заняты, а то бы я похлопала к тебе, поаплодировала. Но я думаю, подписчики наши поаплодируют тебе. У тебя же есть тоже свои поклонники, да? Это одно ты рассказала или это два? Это два. Это два. Ну, молодец. Все, показала нам. Меньше другое. Платьица нравится, красивая. Все. Здорово. Давайте я вам покажу, как я крушу себя. Вон, какая-то снежиночка. Ну, красота, красота. Молодец. Все, мы тебе аплодируем. Пока Настюша у меня находится, у меня елочка все время горит, все время включенное. У нас такой вот тут у нас праздничный уголочек. Настю, Настюна молодец. Она сегодня тут уже что-то вырезает, и строит, и рисует. И вон, часы сделала. Ой, какая умница. В общем, она занималась своим делом. Бабушка занималась своим делом. И благодаря Настюше, что она меня не отвлекала, я закончила монтировать видео, вопросы, ответы. Это показало, кстати. Да. Ну, вот, девочки, я закончила монтировать видео. Время наше, в общем-то, с Настей уже подходит к концу. Уже скоро за ней придет папа. Вот, она сейчас немножко тут еще дорисует, и все. Ну, а мы с вами сейчас попрощаемся. На этом я видео хочу вот это закончить. Оно уже достаточно длинным получилось. А завтра уже, наверное, начну я следующее видео снимать. Вот. Настюша хотела с вами попрощаться. Ну, что, пришло время с вами прощаться. Так что, всем пока-пока. А я покажу свою доченьку в колокольчик. Все, девочки, кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Обязательно, кто не забыл, подпишитесь. Ставьте колокольчик. Потому что видео я снимаю все подряд. И я люблю тоже видео с вами поболтать. И даже в процессе готовки. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok